здравствуйте друзья человек который вы видите на своих экранах зовут ее оля у нас много оль в коллективе нас у нас есть оля ч и оля кей вот это воля чем у нее в руках корзиночка на ней написано корзиночки то фирменный такой это лого значит съедобные ну так называем финтифлюшки вот так я переведу больно для вас шарик цен кью оленька что случилось чтобы нам шарик со съедобным очень приятный сюрприз для меня потому что я шла с перерыва и на улице меня останавливает женщина которая делает доставку заказов и говорит вы волосе я говорю да а как она тебя на улице не за этим она спрашивала и указали да и горит алмега для вас доставка как распишитесь пожалуйста это было настолько неожиданно я просто не знала этого да что когда я спросила от кого пришла эта замечательная посылка она говорит вы распишитесь а там будет написано так то есть это откуда я знаю да говорит потому что мне попросили доставить и это от нашего студента мальчик мальчик который закончил несколько месяцев тому назад он был на антеншипе неполный месяц а чего неполный он нашел работу до бы как да он прежде чем он пошел на антеншип он проходил интервью и так как результат он не знал и большая компания и они метлили с ответом то он сказал что я буду ждать я пойду на антеншип я понял он он искал уже работу но поскольку это не было он пока пошел на антеншип а насколько большая компания это очень большая компания это bmr а окей это очень серьезная очень серьезная компания это одна из виртуальные машины виртуальны до пионеры виртуальных машин да скажем так и вот он прислал благодатность не только мне уленька давай заглянем а то я я смотрю люди не знаю на тебя на шарик и думают а что же там вот там то что коробочка так жанночка можете попросить сходить и вы принести но нет я вытащу карты вытащи хочу такую красоту на понял понял давай значит там написано что как бы через запятую написано оля софия и жанна и жанна жанна сделай нам ручкой софи и вы тоже сделаете нам ручкой вот они тут сидят цветочки дайте благодарна давай открываю же эти друзья и самое интересное что это съедобная вещь и мы не знаем что это я например думаю что может быть это клубника в шоколаде а я думаю что это может быть разные фрукты в шоколаде так который красиво может это какие-нибудь дыньки на деревянные палочки давай давай на стол промежу дыроколов вот всего этого оля ты была права здесь и клубника и яблоки и что-то бананы я был прав на одну треть потому что треть этого клубника но знаешь чего я не ожидал что вот этот шоколад вон с такой поволокой снизу не до объясними клубнику я вижу вот это что я думаю это яблоки вот я так вот я согласен кусочек а это может быть бананы судя по форме я не удивлюсь так что может быть уже это вкусим но вперед но подойдешь с камерой давай мы тебя сначала а давайте мы на жанне и на софи так жанна вот скажи вот ты работала к ю и директором приличной компании приносили тебе такие штучки нет никогда да вот жанна работала в компании где у них там петиции заполняли вот чтобы покажи как эту красоту смотрите надо и никто никто не написал жанне не прислал ей вот такой вкусную морковку в шоколаде клубника значит и не написал спасибо вам за тестирование веб-сайта на котором мы заполнили петицию допустим защиту пингвинов в акватории там я не знаю сан франциско эгейского моря ребята очень вкусно так очень вкусно софия вам придется что-нибудь еще взять подберите бананчик как его нет это яблочко берите бананчик я думаю это банан друзья скажите скажите софия тем кто нас смотрит скажите мысленно с вами да мысленно со всеми и джойте пожалуйста да одесситам что-то хотите сказать у нас одесситы тоже есть но у нас одесситы очень успешные я не об этом ягу там в одессе они они смотрят на вас из одессы это же наша софа не говорите да у меня там есть друзья так очень-очень такие успешные так хорошо тогда за друзей мы сейчас будем так а пить есть еще выпить тоже всегда есть это правда это это хоть фрукты не носи ну так что давай твой терм яблочко яблочко да ты прочитаешь что написано если друзья у вас у вас настроение ухудшилось или вообще что то такое знаете хочется солнечного лучика в мрачный такой дождливый или морозный день а вы скушаете вкусненького вот клубничку например в шоколаде да а я лучше прочитаешь прочти что человек написал я буду сразу с переводом читает читай дорогая ольга жанна софия спасибо вам за вашу поддержку за ваши советы и за вашу мудрость вы помогли мне повернуть моя жизнь вокруг тюмирант развернуть жизнь да и а как просто будет и достичь достижения достижения в осуществлении моей мечты красиво да в осуществлении моей мечты за это на большем уважением к вам александр догай за это надо выпить за это надо за это необходимо Shakespeare творите именно ну почему мы здесь работаю чтобы выпить Нет, чтобы получать вот такие вот, понимаешь, реворты. А потом уже выпить. В обязательном порядке. Да, чем отличается, вот ты должна, Оля, знать, ты со мной три года работаешь, чем отличается хороший человек от плохого? Чем отличается хороший человек от плохого? От плохого, да. Наверное, в благодарности. Это отдельно, это тоже важно. Хороший человек, он поговорит-поговорит и выпьет. А, этого я не знала, извини, это мне еще учиться надо. Поэтому, значит, переходим ко второй части нашего балета. Да, ура. Так, посмотри, уже в камеру, что-то так. Да. Все, помахала ручкой. Так, София, Жанна, все помахали ручкой. К присутствующим добавляются Анастасия. Их сейчас даже две, две Анастасии. Вот у нас еще одна Анастасия Настенька. Сейчас будут все желания загадывать. После того, как вы у нас появились на канале, ваша жизнь как-то изменилась? Вас стали узнавать где-нибудь, нет? Ну да, вскоре. А, только за пределами еще не узнавали? Нет, за пределами нет. Меня в школе еще до знакомства узнают, до личного знакомства. То есть, говорят, а мы тебя видели? Да. Вообще, ребята смотрят наш канал? Смотрят и ваш канал, и мой канал теперь. Так, и Наталью. И Наталью. У вас выросло подписчиков-то? У меня они увеличились в 10 раз. Боже, сколько жильев было? Их было, потому что 20 раз. Остало 200. Остало 200. Уже 280. Ну, хорошо. А вы новые видео вешали? Да, я по вашему совету выложила. Это, знаете как, это когда люди пришли, уже надо вешать, потому что они же в ожидании. Заходим. Друзья, вы слышите голос. Вы слышите голос интернета. Голос еще нет пока. Ну, подсевший голос интернета, подсаженный сложными занятиями. Нет, это правильно. А что это за гулянка такая? Как гулянка? Мы просто рады жить. Гузаль. Смотри, как гузаль моя пришла. Это гузаль. Ну, не снимайте нас снизу, пожалуйста. Девочки, я вас снимаю сверху, но вы мне должны в ответ рассказать, как вы шли по Сан-Франциско, а там ехали ребята голые совершенно. Там выкинулось, пятисты были без трусы. Но я не могу их выставить на YouTube, потому что меня сразу... Не положено, не положено. Но я слышал вот историю, что гузаль, когда увидела это бесстыдство, болтающиеся там по улице, она закрыла лицо руками, но через пальцы подсматривала. Вот так подсматривала. Не правда. Гузаль, расскажите, расскажите, что было. Я сказала. Ну, не правда. Ну, там красивые были мужики? Ну, ничего там красивого не было. А девчонки-то не было? Не было там красиво. Ты мальчики были? Мы не только видели велосипедистов, но я еще сама ездила по горам. Солнышко, это не так прикольно. Очень круто. Это не так необычно. Я тебе покажу это видео, если хочешь. У меня видео есть, но выставить я его не могу. Понял. Ну, не то, чтобы я там голову не видел. Если тебе его закрасит там. И там видно, как Гузаль подглядывается. Вот эту часть надо выбирать. Вот эту часть я тоже снимала. Хорошо. Так, девушки, у нас вкусно и наливают. Да. Да, тебе что, повод нужен? А я учусь. Я сейчас уже учусь, не знала. Ты лучше учиться будешь. Конечно, если смазать-то. Если смазать. Ну-ка. Ну что, где твои... Что ты делаешь? Ты прячешь? У меня Аликс попался. Что ты делаешь? А, она не хочет, чтобы на камеру. А, какой повод? Так, бери, бери, бери. Я думаю, ты рюмочку хочешь? Нет. Ну, хорошо. У нас тут еще какие-то конфетки, смотри. Они здесь живут, знаете, как каждый день. Яжетки. Как мы по-русски назвали бы эти ягодки? Это шелковица. Нет, это ежевика. Это ежевика. Это ежевика. Очень похоже на шелковица. Это бери, да? Это малинка. Чайку. Малинка. Николай Петрович, чайку не налить ли вам? Свиняйте. Что вам? Это не чайку. Ну давай, конечно. Почему же нет? Когда... Я когда вижу тебя, Жанна, я сразу перехожу на украинскую мову. Главная хохлушка. Чтоб тебя смутить. Ты же у нас... Жанна, скажи, как это место называется, откуда ты родом? Вот, как это место называется? Черновцы. Еще раз. Черновцы. А ты из Черновцов? Да. Нет, ты из какой-то села была. Нет, нет, это я родилась. Я родилась в таком поселке, местечке, которое зовется Копайгород. Копайгород? Да, Копайгород. Копайгород. А что копают там? Я не знаю, что там копают. Может, а копы, ты же не знаешь, что там... Копайгород, очень какое-то древнее. А хоть область какая? Винницкая. То есть ты, можно сказать, из Винницкой области? Ну, у тебя там остались там никого там, ни братки, ничем? Нет, он там просто перевелился после того, как он демобилицовал. Его там назначили, был врачом в больнице, и мы невольно там оказались. Он был военным врачом? Он был военный врач. Да, он подползен. Ну, лечить гражданских и военных, большая разница? У него нет. Для него нет. Он очень хороший врач. Понял. Ну, хорошо. Что же, Жанна, думала ли ты когда-нибудь, что будешь каждый день вот так, как-то, беспредельничать, все это употреблять, вредное для здоровья? С одной стороны, это очень приятно, очень вкусно, а с другой, опасно для здоровья. Нет, конечно. Так, Настенька, давайте я это самое... Ой, какая у нас сувечка. Как же сказать? Я скажу, у нас... У нас... Скажи, скажите. Про диету, вот у меня клубничная диета. Это на три дня у нее, да. Значит, я хочу сказать, что у нас на экране такая дабл-клубничка. А она может еще многократно умножиться, если вы всех нас заснимете. Не знаю. Мы-то клубнички. Дабл-клубнички второго сада. Я про себя. Улыбочку блогерскую. Блогерскую. Ну, сейчас доедай и... Засмущали. Засмущали. Утром у кого-то день рождения был, у девушки. Да, здесь стояла. Да, здесь было вкусное печенье. Вот это. Ну, я не знаю. Я не пробовала, я только видела. А вы готовы? Слава Богу, я была на диете. Ура! А, с утра вы были на диете. Ну, а сейчас уже все забыто. Эх, Настюша, вы сколько дней уже проучились-то? Я со своей группой проучилась два дня. Так. И до этого на одно занятие я пришла с другой группой. Да. Я пока довольна. Я, когда пришла на первое занятие, на свое первое занятие, это было уже не первое занятие у той группы, и мне было немного сложновато. Угу. Но... Уже была группа уже там не первый день. Да. Но, когда я пришла со своей группой, конечно же, мы начали с самой базы. Угу. Начал вести у нас Михаил Портнов. Ну, как тест-кейсики мы писали, хорошо, правда? Да. Я, кстати, нашла один бак. Ну, вы поняли хоть... В домашнем задании. Ну, хорошо. Угу. Хорошо. Могу правильно. Смотрите, как, и реквариванс не было, а бак нашли. Да, потому что не обязательно они должны быть всегда требования. Ты смотри, как человек уже глубоко понимает. Молодец, молодец. Ну, что же, то есть вы чувствуете, что так вы уже на рельсах, так сказать? Ну, да, после основы, конечно же, легче понимать все. А сегодня Жанна у нас вела? Да, сегодня у нас вела Жанна. Так. Мне понравилось, как она заряжает нас энергией. Она... У меня, на самом деле, мне сложно сконцентрироваться и долго сидеть на одном месте и слушать. Ну, ты такая. Ну, да, я извиняюсь за это, но Жанна, она говорит там где-нибудь тихо-тихо по секретику, что нам нужно прислушиваться, а где-нибудь она с выражением скажет, а потом опять по секретику нам шепотом говорит. То есть не дает расслабиться? Да, это заставляет прислушиваться все-таки. Она так удивленно говорит, это я. А вы не замечаете этого? А еще, меня иногда забавляют моменты, когда вы говорите на эмоциях, и вы говорите «да», по-русски. Или «но», вы однажды сказали. Что я сказала? «Но», по-русски. У меня иногда... Но у нас только один нерусский. У меня слово «да» как я... У меня тоже вот так где-то за 3-4 часа разом где-нибудь выскакивает. Я думаю, что это я? А оно само бесконтрольно. Ну, ой, мужик, мы же есть «да». Ну, я «да». Вот это с таким этим самым, типа, главное, с английским акцентом говорить, и мы все считаем, что «да». Нет, у них в группе, ребята, у них в группе два нерусско-говорящей. Это очень хороший. Сегодня один был. Это хорошо, хоть кто-то есть. Один там есть американец, у нее жена русская. Да. Вот. И еще одна девушка, она корнями из Непала. Она «непалка», можно так сказать. Из Шамала. Симпатичная. Очень хорошая девчонка. Но она родилась в Америке. Она абсолютно американская. Из Нью-Джорсси. Но она при этом вот непальских кровей. Вот. Так что посмотрим. Да, очень-очень симпатичные ребята все. Очень хорошие, симпатичные, активные. Так. Глазки горят. Да. Хотя... Хорошая. Хорошая. И сидят с мертвыми лицами. Там не такая инженерная группа по составу. Они такие больше из маркетинга, из сейла такие. Ну, я не спрашивала, просто спросила, сколько людей имеет Айкибэграун. Да. Подняла три человека. Ну, немного, да. Группа, которая за неделю до них была, а там вообще потрясающая, там половина инженеры. Это, конечно, другой разговор. Так, ну что, друзья. Мы прощаемся с вами в этом сюжете. Девочки, станьте рядом. И обе изобразите нам улыбку. Что вам изобразить? Улыбочку. Дайте нам улыбочку, чтобы у людей было хорошее настроение. Чтобы у них было настроение хорошее. У меня Гюзель подписывает камеру вверх. Хорошо. А вы что-то сверху снимаете? Ну, я боюсь, как бы вы не оказались слишком декольтированными. Вот. Не-не, я шучу. Значит, это шутка. Вы, Михаил, концентрируйтесь не на том. Я концентрирую. Я в экран вообще смотрю. Я вот сейчас не вижу. Так, ну, девчонки. Значит, вот что сделаем. Мы с вами сделаем шикарную улыбку. И так воздушные поцелуи. Вот так все. Да. Нет, нет. По команде. Приготовились. Сначала улыбку. И раз, два, три. А ты чего? Жалко, что ли, сочинай. Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо.